четыре раза в день иду все с одними и теми же мыслями жив или еще нет шансов никаких уже не хочет разговаривать чуть поезд и спит спит по дому хожу только я и откуда столько пыли как можно столько спать я в прошлый раз четыре дня лежала с гриппом так все бока болели быстрее бы подняться на ноги а тут и бока не болят хотя остались одни кости но переворачивать его мне все равно очень тяжело я ведь давно уже не девочка хотя в прошлый раз сказал мне а как же на фронте медсестры вытаскивали раненых с поля боя наверное пошутил или нет я точно как медсестра пожилая сердобольная сестра милосердия но не могу бросить из жалости а то будет потом приходить ко мне с укором говорить уже не хочется ни мне ни ему я очень устала на он капризный больше чем когда был здоровый сегодня пришла он вроде и не узнает меня жму его тонкую руку своей теплой рукой на кухне все стулья расставлены как попало и как только смог в кухню надо пройти по трем высоким ступенькам ну сколько раз возмущалась а старости точно не думали когда этот подиум городили думать что всегда им будет по 40 всегда будут трезвые да здоровые вот чуть не споткнулся полотенце на полу ушли вот он точно как смог достать сверху это они здесь были женщины мужчины и дети были но мало ребенок да всякие и в белом была жалела а хрип почему говорил всю ночь не могу передать не скажу меня потом очень они очень сильно накажут я боюсь иди иди я так устал ну не мог я заснуть же при них гонит боится слов лишним сказать вдруг невзначай проговориться ой на следующий день иду а сама боюсь чего ждать а он уже не спит жалобно в глаза смотрит прямо как побитый заискивает уж такого-то я точно не ожидала а разговор начал первый ты не верь что я тебе вчера говорил я обшутил я спутал это ты ко мне во сне приходила это я тебя видел тебя тебя ты в сон мой пришла ты зачем тогда мой сон пришла так не делай не приходи больше торопится убедить я снова чувствую что он боится очень боится проговориться ты не волнуйся не волнуйся давай покормлю я верю верю я верю слушаю и не верю своим ушам уже потом когда его нет со мной я уже не врач а уставшая одинокой женщины верю что мы не одиноки и меня тоже будет ждать и жалеть женщина в белом